Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае – голухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт оборудование можно разделить на две группы – для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим оборудование для деаэрации. Технология большинства фаршевых мясопродуктов построена так, что сырье контактирует с окружающей средой, что приводит к его насыщению воздухом. Для удаления воздуха из продуктов используют вакуумные деаэраторы. Их применяют в основном при производстве тонко измельченных пюреобразных консервированных продуктов для детского питания. Вакуумные деаэраторы бывают непрерывного и периодического действия. Деаэраторы непрерывного действия в зависимости от способа распределения продукта в вакуумной камере подразделяют на три типа. Центробежные. Продукт поступает в вакуумную камеру с вращающимся диском или конусом и отводится через кольцо с мелкими отверстиями. Распылительные. Продукт впрыскивается под давлением через форсунку в вакуумную камеру. Пленочные. Удаление воздуха из слоя продукта минимальной толщины. Деаэратор распылительного типа фирмы FMC представлен на слайде. Продукт насосом по трубопроводу подается в камеру через распределительное устройство в распыленном виде. При достижении вне заданного уровня, который поддерживается системой контроля, включают вакуумный насос. Массу деаэрируют при разрежении 0,07 МП. Чтобы продукт не попадал в вакуумную систему, в камере предусмотрен отбойник. При превышении заданного уровня продукта в камере от датчика, установленного в ее нижней части, поступает сигнал на клапан, который отключает его подачу. Клапан расположен на загрузочном трубопроводе. Производительность деаэраторов в зависимости от модели составляет от 500 до 30 тысяч литров в час. Недостаток описанного аппарата – это невозможность деаэрации волокнистых мясных продуктов, поскольку отверстия распылительного распределительного устройства забиваются и продукт не поступает в вакуумную камеру. Деаэратор пленочного типа ERV фирмы Корума представлен на слайде. Загрузка продукта может осуществляться как насосом по трубопроводу, так и через бункер самотеком. Продукт попадает на вращающийся диск и тонким слоем распределяется по стенке аппарата. Стекая вниз по стенке, продукт деаэрируется и насосом по трубопроводу направляется к дозировочным автоматам. Уровень продукта в камере контролируется при помощи емкостных коммутационных зонтов или поплавковых выключателей. По окончании работы деаэратор моют. При помощи гидравлического привода верхняя часть аппарата поднимается вместе с распределительным устройством и внутренняя поверхность обрабатывается моющими средствами. Удаление моющего раствора осуществляется насосом. Производительность этих аппаратов составляет от 120 до 5000 литров в час. Кроме деаэраторов различных типов выпускаются также деаэрационные установки, в которых наряду с удалением воздуха выполняются перемешивание, диспергирование, гомогенизация и другое. Установки бывают различных типов, работающие по принципу вытеснения, в которых продукт, проходя через бесступенчато регулируемые перфорированные кольца, деаэрируются для высоковязких продуктов и пленочного типа. В деаэрационной установке VLOT фирмы Coruma совмещены процессы деаэрации, смешивания, диспергирования, гомогенизации и эмульгирования. Она установлена на платформе, которая фиксируется установочным шпинделем и состоит из резервуара, крышки с уплотнениями, мешалки с электроприводом, двух загрузочных бункеров с клапаном, узлом диспергирования и гомогенизации, установленным на опоре, и рециркуляционным трубопроводом, который одновременно служит и для загрузки продукта с трехходовым клапаном. Вакуумная система установки включает водокольцевой вакуумный насос и вакуумный трубопровод. Гидравлическая система служит для подъема крышки установки при ее санитарной мойке. На крышке расположены вентиляционный клапан, вакууметр, смотровое стекло и фильтр. Узел диспергирования и гомогенизации закрыт кожухом. Управление работой установки осуществляется с кнопочного поста. Продукт загружается в бункер. При помощи узла диспергирования и гомогенизации прокачивается по трубопроводу и при открытом клапане направляется в резервуар. Узел состоит из двух последовательно расположенных камер. В них встроен исполнительный орган для гомогенизации. В резервуаре продукта деаэрируется, разгружается и направляется к дозировочным устройствам. Недостатки установки – это большое потребление электроэнергии до 44 кВт и большая металлоемкость. Оборудование для выпаривания. Выпариванием называют тепловой процесс, при котором из жидкого продукта удаляется при кипении часть воды в виде пара, благодаря чему увеличивается относительное процентное содержание сухих веществ в продукте. В мясной промышленности выпаривают кровь, бульоны, мясные, желатиновые, клеевые экстракты для медицинских препаратов и другое. Выпаривание проводят в испарителях, которые называются выпарными аппаратами. При выпаривании под вакуумом эти аппараты называются вакуум-выпарными аппаратами. В мясной промышленности в основном нашли применение как раз такие вакуум-выпарные аппараты. В зависимости от условий выпаривания применяются одиночные вакуум-выпарные аппараты однокорпусные или многокорпусные вакуум-выпарные установки, составленные из нескольких одиночных аппаратов корпусов. В качестве теплоносителя используют насыщенный водяной пар. Этот пар называют греющим или первичным. При выпаривании в многокорпусных установках греющий пар после первого корпуса поступает во второй и называется уже вторичным паром. Современная вакуум-выпарная установка состоит из вакуум-выпарного аппарата, подогревателей, конденсаторов, насосов, сборников, конденсатоотводчиков, контрольно-измерительных приборов и другого вспомогательного оборудования. А выпарной аппарат состоит из греющей камеры и пароотделителя . По методу ведения выпаривания различают периодические и непрерывные процессы. При периодическом выпаривании продукт поступает в один аппарат и сгущается до заданной концентрации, либо по мере выпаривания непрерывно или периодически вводится свежий продукт, до тех пор пока сгущаемая масса не заполнит весь аппарат. Сгущенный продукт выпускают, а аппарат заполняют снова. Непрерывный процесс выпаривания осуществляют в одиночных вакуум-выпарных аппаратах непрерывного действия или в многокорпусной вакуум-выпарной установке. Греющий пар и жидкий продукт поступают непрерывно. При этом удаляют постоянное количество сгущенного продукта. Непрерывно отводится горячий конденсат греющего пара и вторичный пар из каждого корпуса. Вакуум-выпарную установку продукт может поступать по трем схемам. Прямоточный, противоточный и параллельный. По прямоточной схеме продукт поступает в первый по порядку корпус и самотеком переходит в следующие корпуса за счет разности давлений. При противоточной схеме направление движения пара сохраняется, но продукт поступает в последний корпус и в концентрированном виде выходит из первого. Из корпуса в корпус продукт перекачивают насосом, чтобы преодолеть противодавление предыдущего корпуса к последующему. При параллельной схеме продукт поступает во все корпуса одновременно и из них же отбирается. Корпус установки нумеруют от головного корпуса, в который подается греющий пар. Жидкие продукты восприимчивы к нагреву. При повышенных температурах обычно в первом корпусе установки они необратимо изменяют свои свойства. Для уменьшения влияния температуры на продукт применяют установки с тепловым насосом. Их еще называют установками с термокомпрессией пара. Применение теплового насоса возможно как при одиночных вакуум-выпарных аппаратах, так и на отдельных ступенях многокорпусной вакуум-выпарной установки. В качестве теплового насоса используют термокомпрессор-инжектор, в который подается рабочий пар высокого давления. Он отсасывает вторичный пар, сжимает и инжектирует, впрыскивает его в греющую камеру аппарата. Избыток вторичного или сжатого пара отводится в конденсатор или идет на обогрев других теплообменников. Первичный пар используют в начале работы аппарата. Обезвоживание выпариванием экономичнее, обезвоживание сушкой. Поэтому выпаривание – это начальная стадия обезвоживания бульонов. Кроме того, при производстве клея и желатина разных сортов выпаривание необходимо для последующей желатинизации бульонов. Однокорпусная вакуум-выпарная установка с термокомпрессией вторичного пара фирмы Vigand состоит из однокорпусного вакуум-аппарата, поверхностного конденсатора, пара струйных эжекторов, термокомпрессора-инжектора, подогревателя. Однокорпусной вакуум-аппарат включает греющую камеру, колоризатор и сепаратор, соединенные двумя циркуляционными трубами. Греющая камера представляет собой трубчатый двухходовой теплообменник, в котором размещены две трубные решетки с вывальцованными кипятильными трубками внутренним диаметром 30 мм. Она стомжена откидными крышками, патрубками для подвода греющего пара, отвода конденсата, подачи вторичного пара, отвода сгущенного продукта, двумя циркуляционными трубами и прочим. Сепаратор также цилиндрической формы содержит зонт-отражатель. К днищу пароотделителя крепится циркуляционная труба, соединенная с греющей камерой. Исходный продукт нагревается в первом подогревателе вторичным паром, во втором отработавшим паром, поступающим из двухступенчатого эжектора. Продукт поступает в вакуум-аппарат непрерывно. По достижении заданной концентрации продукт также непрерывно откачивают насосом. Из имеющихся трех пара струйных эжекторов, два работают последовательно и непрерывно. А третий, пусковой, включают лишь в начале работы для быстрейшего достижения требуемого вакуума в выпарном аппарате. В данной установке рационально используется вторичный пар на обогрев первого нагревателя и испарителя. Основной недостаток этих установок состоит в периодичности процесса большой длительности цикла сгущения 1-1,5 часа при повышенных температурах, резко снижающих качество продукции и повышенном расходе греющего пара. Техническая характеристика вакуум-выпарной установки фирмы Виганда представлена в таблице на слайде. При выпаривании клеевых, костных, желатиновых бульонов наибольшее применение получили трехкорпусные вакуум-выпарные установки непрерывного действия с использованием теплоты вторичных паров первого, второго и третьего корпусов. Каждый корпус представляет собой вопарной аппарат-испаритель. Термокомпрессия соковых паров обеспечивает здесь также и получение низкой температуры кипения в первом корпусе. Трехкорпусную вакуум-выпарную установку с инжекцией соковых паров второго корпуса в греющую часть первого используют для концентрации бульонов. Соковые пары первого корпуса поступают в греющую часть испарителя 4, а второго корпуса по паропроводу направляются в греющую часть испарителя 3-го корпуса, где одна их часть конденсируется, а другая по трубе направляется в инжектор, в который по трубопроводу из котельной подводится острый пар. Инжектор подает пар в греющую часть испарителя 2. Инжектор 9 конденсатора используют только в начальный момент работы установки для быстрого достижения разрежения. Выходной трубопровод 10 инжектора присоединен к греющей части испарителя 14. Так как давление пара в испарителе 2 несколько выше атмосферного, то конденсат из него отводится по трубопроводу 18, а конденсат испарителя 4 поступает в греющую часть испарителя, откуда по трубопроводу 13 направляется в конденсатор. Бульон из регулятора поступает в испаритель 2, откуда в виде пара жидкостной смеси выбрасывается в пароотделитель 3. Из последнего бульон направляется по циркуляционной трубе обратно в греющую часть испарителя 2 или через дроссель в испаритель 4 и т.д. Каждый корпус имеет дроссели, поддерживающие заданный режим по давлению и температуре. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах, подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!